Очередные перестановки бигварий, новые лимиты, тест нового патча и многое другое. С вами Винтер Лети, и это новости для Arcane World Essence. Погнали! Главная новость прошлой недели, я научился пользоваться посудомоечной машинкой, чему я очень рад. Бигвар на Аркане, это знаете, это как уже какой-то локальный мем, да? Сегодня одни с одними, завтра другие с другими. В общем, что мы с вами имеем в итоге? Если в прошлом ролике я вам сказал, что Мержинариум, Ревелайшн и Трибуналы это теперь Альянс, то, сука, прям в тот день, прям в тот же вечер я прихожу на клановые мероприятия, и что вы думаете? Мержинариум, Трибуналы и Ревелайшн? Больше не в союзе. Мержинариум и Ревелайшн это теперь отдельный сайт, Трибуналы это отдельный сайт, ну и Golden Glory, естественно, остаются в своей позиции. Это, я не знаю, то ли должно это радовать, то ли это должно расстраивать, но в какой-то степени, наверное, это все-таки даже хорошо, потому что нету какой-то тотальной доминации с какой-то одной, с какой-то из одних сторон. Бля, по-моему, правильно сказал. В общем, короче, пока никто не до сервера не доминирует, все примерно в равных условиях, все в равных условиях, и это очень хорошо. По сути, если посмотреть сейчас на клановые мероприятия вечерние, то каждый клан свой кусочек пирога доедает, это здорово. А еще здорово то, что теперь, в принципе, Бигвар, если так посмотри, посчитать, где-то под 150 человек, и это, как по мне, очень довольно-таки хороший показатель. Единственное, я вот знаете, что не понимаю, что будет происходить в это воскресенье. В это воскресенье, напоминаю, у нас осада. На данный момент сейчас замки имеют трибунал и маржинариум. Маржинариум теперь с ревелэйшн. И будут ли они забирать себе замок для ревелэйшн какой-то, да, например, наш, пытаться? На какой замок теперь стопроцентно нападет Golden Glory, у кого они будут забирать? Будут ли какие-то, не знаю, там 69, да, будут ли какие-то объединения на осаду? Пока нихрена не понятно. Поэтому ждем воскресенье, а увидеть осаду вы можете у меня на стриме. Обязательно переходите, подписывайтесь и заходите на трансляции. Ребят, теперь небольшой интерактив. У меня в телеграм-канале будет проходить розыгрыш 60 тысяч монет. Для того, чтобы участвовать, вам всего лишь нужно перейти по ссылочке, подписаться на мой телеграм-канал, нажать участвую и стать счастливым участником в розыгрыше 60 тысяч эль-монет. Как по мне, это довольно-таки хорошая сумма. Капы сейчас растут, закрываются довольно-таки сложно. И 60 тысяч монет сыграет вам большую роль в вашем бусте. Ну, а победителя мы с вами узнаем как раз-таки в следующий четверг уже в телеграм-канале будет анонсик, кто победил. Удачи! Администрация наконец-то выложила новые лимиты до 26 июля включительно. В пятницу будет добавлен очередной хороший итем Агатион Яйца Дракона. Что дает, не помню. Сейчас вот где-нибудь вот здесь или вот здесь появится у вас описание. Почитаем вместе с вами. Также добавим седьмой венец. Это итем, который нужно закрывать, как по мне, вообще первостепенно. Потому что срез урона и увеличение силы крита уже до 40%. Это круто, это модно. И седьмой венец, возможно, для каких-то игроков станет вообще, в принципе, финальной точкой. Потому что, давайте так, как по мне, седьмые итемы, это прям вот, прям тот кап, который мы с вами заслужили. Да, вот обычные игроки, обычные смертные. Потому что то, что выше семи, ну, извините, там уже нужно будет делать какую-то приоритизацию по поводу заточки итемов. Лично у меня приоритизация на данный момент такая, то, что я, получается, завтра сделаю себе венец седьмой, по крайней мере, постараюсь. Потом я себе сделаю яйцо дракона, в зависимости от того, каким образом оно будет, в принципе, добываться, да. А потом я обратно вернусь к шпинели, и после шпинели как раз начну опять делать оникс. Потому что оникс у нас тоже вводят седьмой. Вот, гнаться за девятым, как его называют, боже мой, скажи мне, скажи мне, как оно называется, я тебе скажу, что это. Плащ, вот. Короче, за девятым плащом гнаться не вижу смысла никакого. Потому что тратить на это свои монеты нету логики в этом совсем. Не так уж дохуя он дает там. Не так дохуя дает прибавочек. Ну и плюс ко всему сами плащи добываются довольно-таки легко. Они падают с мобов, они даются за квесты. Поэтому я думаю, что плащ закрыть будет вообще без проблем. Потом со временем. В аден упарываться вообще не вижу никакого смысла. Его в любом случае потом это итем, который вы снимете нахер с себя и выкинете, грубо говоря. Потому что он вам не пригодится. Вместо него у вас будет когда-нибудь талисман Баюма. Так что да, наверное, вот. Ну и маска пробивания, которая тоже там в каких-то капах у нас будет. Нужно будет обязательно сделать. Потому что сами знаете, как это у нас работает на сервере, да. Ну и копим, копим монеты. В ближайшем будущем у нас пятая подвеска, которая сожрет. Ебать, сколько просто эль монет. Ну а эль монеты пока у нас с вами кап не повысили дневной. Наверное, не смотрят они мои ролики. Текущий лутбокс принес с собой буст для всех игроков сервера. Думаю, что только лениво не закрыл себе 15 аден. Хардин ебет, ебет, ебать еще долго будет всех. Вот, поэтому если там седьмой, восьмой сделали, уже заебись. Я вас поздравляю, я бегаю с седьмым, одиннадцатый, вообще даже не юхал. По-моему, даже выше восьмого он у меня ни разу еще не поднимался. Ну, это Хардин. Там их надо для того, чтобы на одиннадцать очнуть тысяч где-то полторы накопить. Минимум, как по мне. Ну, либо хотя бы штук пятьсот. Для начала. В целом, думаю, что в ближайшем будущем, наверное, когда-нибудь мы все-таки это Хардин все сделаем. В общем, ладно, не суть. Не суть по поводу Хардина. Не будем о грустном. У нас там шпинельку еще ввели. И, кстати, спасибо администрации. Спасибо администрации, что купоны на драгоценные камни сейчас падают с лутбокса. Не нужно тратить отдельные монеты. Это охуенно, это клево. Это прям красавчики и прям молодцы. Почаще бы так делали, было бы вообще здорово. Вот если следующий лутбокс они сейчас ведут, и с него еще будут венцы падать. Бля, я вас нахуй расцелую за это, честное слово. Это будет охуитительный просто вообще момент. Это будет охуитительный просто подход к лутбоксам, который нужно было делать, как по мне, вообще со старта сервера, если честно. Но делать таким образом, что типа ввели первый лутбокс, убрали, ввели второй, убрали, ввели третий, убрали, ввели четвертый, убрали. Ну и так далее, так далее, так далее по вводу лутбокса. Но это опять же мое видение сервера, как я бы, наверное, сделал. Но администрации, в принципе, свои какие-то правила, свое видение. И они вот решили оставлять все лутбоксы. И не вводить туда итемы, которые у нас как раз таки в кап попадают. Ну и ладушки. В общем, короче, при входе в игру сейчас можно заметить за БТ сервера с высшими эльфами. Пока нет никакой совершенной информации. Когда? Почему? Как? Зачем? Для кого? Нужны эти высшие эльфы и так далее. Что это вообще такое будет? Какое-то минимальное описание? Какие-то, я не знаю, сподвижки? Что сделали, что не сделали? Ни хера, никакой информации пока нету. Так же, как и даты, когда они это сделают, когда будет ОБТ для того, чтобы перекатить это на основной сервер. Или это будет уже как новый сервер, считается. В общем, никакой информации по высшим эльфам нету. От себя могу сказать то, что жду, интересно. Возможно, свапнусь. Там есть такой чувак, типа, короче, который танк, хилл. Ну, короче, я сам меня, собственно, разбираюсь. Поэтому я сначала с информацией ознакомлюсь. Потом для вас запишу ролик по-любому по высшим эльфам. Вообще, что это из себя хроники эти представляют? Какие новые локации? Где качаться? Что изменилось? Ну, и так далее. Вот. Лично я жду, что они немножко подфиксят, подделают шанс крита на сервере. Не шанс крита, да? А работу силы крита они подделают. Плюс ко всему, они подправят немножко баланс. Я надеюсь, что ДК-шек немножко реабилитируют. Вот. Добавят им, я не знаю, там хотя бы... Один тик — это крит. Либо уберут хотя бы там... Какое... Количество целей, да? Чтобы было не ограничено, на кого попадать. В общем, я жду реворка интересного, который будет учитывать пожелания игроков. Сидим, ждем, терпим. Че еще сказать? Говорить больше на эту тему нечего. Открыта локация замок Монарха Льда. Как и в любой подобной сессионке, довольно мало мобов. Фарм очень вкусный. Просто какие-то, я не знаю, незаканчивающиеся максимально сражения, да, за этих мобов между Биг Варом. Вообще ситуация такая же, как и с Луа. Кто успел, тот и съел. Больше ты дерешься, чем ты фармишь. Я постоял совершенно чуть-чуть. Хай-левел я не тащу. В лоу-левеле локации делать особо сильно было нехуй, потому что там одни ПВП были. В общем, психанул, улетел в то и фармил то и. Ну вот. Но по-хорошему нужно нафармить там полторы тысячи кусков для того, чтобы сделать эту ебучую вторую куклу. Чудовище себе сделал, с чем я сам себя поздравляю. Вот. Но вот эту, конечно, замороженную куклу, я даже не знаю, как она называется. Вот. Я бы, наверное, хотел себе сделать. Но я думаю, что это не в ближайшем будущем. Там еще, блядь, трои ебать, сколько до хуя стоит. Что касается экономики на сервере, то здесь есть некоторые проблемы. Я бы сказал, наверное, даже, что довольно-таки все плачевно. Объясню почему. Потому что на данный момент сейчас Адена, которая продается, ее продается довольно-таки много. Она продается, но, как мне сообщают трейдеры, ни хуя она не покупается. Потому что Адена на данный момент сейчас продается у нас на сервере за 1 доллар за 10 миллионов. И это немножко неконкурентная цена среди трейдеров. Я вот так вот вам выражусь. Да. И прям вот максимально неконкурентная цена. Я надеюсь, что администрация обратит на это внимание и поставит уже возможность выставлять за центы. Потому что цену надо снижать, иначе эта вся Адена уйдет куда-то налево. Это нехорошо, потому что это сулит что? Правильно, потому что это сулит баны. Потому что покупать на сторонних площадках Адену что? Правильно, нельзя. За это что делать? Ебут. Поэтому, ребята, не покупайте Адену на сторонних сайтах. Просто делайте пиджишки для того, чтобы в игре ее сделали максимально просто дешевле. Потому что 1 доллар за 10 – это уже вообще некая бельфа. В принципе, что могу вам сказать по поводу рынка. На рынке есть большая проблема. Она заключается в том, что все итемы, которые мы достаем с вами из лутки, они в запечатанном виде. И торговать, по сути, особо сильно нечем. Красные итемы, 15-е хартины и прочее, прочее, прочее. Не будет находиться на рынке. И это очень плохо. Как по мне, на это я бы, наверное, на месте администрации тоже бы обратил внимание. Да, конечно, можно будет там с твинков пустить. Но тогда, блин, окей, хорошо. Займитесь тем, что нельзя будет запускать там какое-то количество окон. Либо, я не знаю, я не знаю, в общем, что можно сегодня придумать. Потому что давайте так. Даже там люди, которые будут трейдить, это они не будут по-любому закупать себе. А, а проблема-то в основном заключается в том, что если ты сейчас заходишь на сервер, создаешь аккаунт. А, а проблема-то заключается в чем? Я так понял. Вот сейчас я только дошла. Вот только сейчас. Ну, хорошая мысль, поздняй приходит. Очень короче, проблема-то, наверное, заключается в том, что они просто не знают, что делать с этим. Потому что, по сути, у нас есть вот этот стартовый бокс за один, за одну монету, за один адена. Зал один адена есть, короче, там бокс. И его покупаешь, если его там монет, да хуя, вот это всего, да хуя. В общем, короче, да. Если их закупать, то, типа, ты, получается, конвертируешь, достаешь, синтезишь, продаешь адену в доллар. Ну да, да. Нужно будет тогда с этим что-то решить. Ну, что-нибудь придумайте. Вы администрация, в конце концов. В общем, да, короче, хотелось бы начать потихонечку торговать на рынке всяким. И, ну, иметь возможность купить себе, не знаю, там, 15-й Хардин. Вот. Очень сильно хочется, очень сильно колется. Пожалуйста, что-нибудь с этим придумайте. Вот. В целом, это, наверное, все новости, которые были за прошлую неделю, которые я посчитал важными, которые я захотел немножко с вами обсудить. Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, переходите в телеграм-канал, участвуйте в розыгрыше 60 тысяч л монет. И на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел до конца. Всем удачки. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok